итак всем привет вы на канале sky word с вами снова я вадим и я буду продолжать вас знакомить с новой для меня новой писательницей франсуаза саган да я вижу в комментариях что вам некоторых из вас она знакома для меня это открытие и такой роман летний а сейчас лето почему нет да давайте вот наше лето украсим этим романом тем более это бестселлер написанный писательницей возрасте 19 лет я думаю что он внесет некие новые краски в наше наше лето итак на сегодня на моем канале sky word я вадим буду вас знакомить со второй частью романа франсуаза саган здравствуй грусть часть 2 2 глава 1 поехали я сама удивляюсь как отчетливо помню все начиная с этой минуты я стала внимательно вглядываться в окружающих и в самое себя до сих пор непосредственность бездумный эгоизм составляли для меня привычную роскошь я всегда в ней жила но эти несколько дней так перевернули мою душу что я начала задумываться наблюдать себя со стороны я прошла через все муки самоанализа но так и не примирилась собой питать такие чувства к не твердила я себе глупо и мелко а желать разлучить ее с отцом жестоко но впрочем за что я себя осуждала я это я с какой стати мне носил от свои чувства впервые в жизни мое я как бы раздвоилось и я в полное изумление обнаружила в себе эту двойственность и находила для себя убедительные самооправдания нашептывала их себе считал себя искренне как друг подавала голос мое второе я она опровергала мои собственные доводы кричала мне что я нарочно предаюсь самообману хотя у моих доводов есть видимость правдоподобия но как знать может именно мое второе я и я вводила меня в заблуждение и это прозорливость не была ли она моей главной ошибкой целыми часами я просиживала в своей комнате пытаясь понять оправданы ли опасения и неприязнь какие мне отныне внушала анна или я просто балованная эгоистичная девчонка жаждущая лже независимости тем временем я день от дня худела на пляже только спала а за столом против воли хоронила напряженное молчание которое в конце концов стало их тяготить я приглядывалась кани ловила каждое движение за едой то и дело твердила себе вот она потянулась к нему да ведь это любовь самая настоящая любовь другой такой он никогда не встретит а вот она улыбнулась мне и в глазах затаенная тревога да разве можно на нее за это сердиться но вдруг она говорила когда мы вернемся в город реймон и при мысли о том что она войдет в нашу жизнь будет делать ее делить ее с нами я вся ощетинивалась она начинала казаться мне просто ловкой холодной женщиной я твердила себе у нее холодное сердце у нас пылкая у нее властный характер у нас независимый она равнодушна к людям они ее не интересуют нас страстно влечет к ним она сдержана мы веселы только мы двое по-настоящему живые а она проскользнет между нами с этим пресловутым спокойствием будет отогреваться возле нас и мало поломалу завладеет ласковым теплом нашей беззаботности она ограбит нас точно прекрасная змея прекрасная змея прекрасная змея змея повторяла я она протягивала мне хлеб и я вдруг очнувшись восклицала про себя да ведь это же безумие ведь это она умница она которая взяла на себя заботу о тебе холодность это ее манера держаться здесь нет никакой задней мысли равнодушие служит ей защитой от тысячи житейских гнусностей это залог благородства прекрасная змея побелев от стыда я глядела на нее и мысленно молила о прощении иногда она подмечала мои взгляды и удивление неуверенность омрачили ее лицо обрывали ее фразу на полусловие она инстинктивно искала взглядом отца он смотрел на нее с восхищением и страстью он не понимал причину ее тревоги в конце концов обстановка по моей милости сделалась невыносимой и я себя за это ненавидела мой отец страдал от этого настолько насколько вообще был способен страдать в его положении иными словами мало потому что был без ума оттан без ума от гордости и наслаждения а он жил только ради них тем не менее в один прекрасный день когда я дремала на пляже он сел рядом со мной и стал на меня смотреть я почувствовал на себе его взгляд я хотела было встать и с наигранно веселым видом который вошел у меня в привычку предложить ему искупаться но он положил руку мне на голову и заговорил жалобным тоном Анна, посмотрите на эту петюшку она совсем отощала если это результат занятий надо их прекратить он хотел все уладить и без сомнений скажи он это десятью днями раньше все и уладилось бы но теперь теперь я запуталась в куда более сложных противоречиях и дневные занятия меня больше не тяготили ведь после Бергсона я не прочла ни одной строчки подошла Анна я по-прежнему лежала ничком на песке прислушиваясь к ее заглушенным шагам она села по другую сторону от меня и прошептала и вправду учение ей не впрок впрочем было бы лучше если бы она в самом деле занималась а не кружила по комнате я обернулась посмотрел о них откуда она знает что я не занимаюсь может она вообще читает мои мысли она способна на все и это предположение меня напугало я вовсе не кружу по комнате возразила я может ты скучаешь по этому мальчугану спросил отец нет я была не вполне искренне впрочем у меня не оставалось времени думать о Сериле и однако ты верно плохо себя чувствуешь строго сказал отец Анна вы видите форменный цыпленок которого вы подрешили поджаривать на солнце Сесиль девочка моя сказала Анна и сделайте над собой усилия позанимайтесь немного и побольше ешьте этот экзамен очень важен плюю я на этот экзамен крикнул я понимаете плюю я в отчаянии посмотрела прямо в лицо чтобы она поняла тут речь о вещах поважнее экзамена мне надо было чтобы она спросила так в чем же дело чтобы она засыпала меня вопросами вынудила все ее рассказать она переубедила бы меня настояла бы на своем но зато меня не отправляли бы больше эти не отравляли бы больше эти разъедающие гнетущие чувства Анна внимательно смотрела на меня берлинская лазурь ее глаз потемнело от ожидания от укоризны я поняла что она никогда не станет моим меня расспрашивать не поможет мне облегчить душу ей это и в голову не придет по ее представлениям так не делают она и вообразить себе не могла какие мысли меня снидают а если бы вообразила отнеслась бы к ним с презрением и равнодушием чего они впрочем и заслуживали она всегда знала подлинную цену вещам а вот почему нам с ней никогда никогда не найти общего языка я снова рывком распласталась на животе прижалась щекой к ласкому горячему песку вздохнула и чуть задрожала спокойная уверенная рука Анны легла мне на затылок и мгновение удерживала меня в неподвижности пока не унялась моя нервная дрожь не усложняйте себе жизнь сказала она вы были такой довольны оживлены и вообще вы всегда живете бездумно и вдруг стали умствовать и хандрить это вам не идет знаю сказал я я молодое здоровое и безмозглое существо веселое и глупое идемте обедать сказала она отец ушел вперед он терпеть не мог подобные роды споры по дороге он делал мою руку и задержал в своей это была сильная надежная рука она утирала мне слезы при первом любовном разочаровании она держала мою руку когда мы были спокойны и безмятежно счастливы она кратко пожимала ее когда мы вместе дурачились и хохотались до упаду хохотали до упаду я привыкла видеть эту руку на руле или сжимающие ключи когда по вечерам она неуверенно нащупывала замочную скважину на плече женщин или с пачкой сигарет но теперь эта рука ничем не могла мне помочь я крепко стиснул ее отец посмотрел на меня и улыбнулся итак дорогие мои это была первая глава второй части романа Франсуаза Саган здравствуй грусть вы были на канале Skyward с вами был я Вадим я прощаюсь с вами но ненадолго до следующей главы этой удивительно летней книги всем пока жду вас с нетерпением и можете что-то написать об этой книге или что вы знаете об этой писательнице может еще какие-то ее книги знаете порекомендуете всем пока жду вас с нетерпением